Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 29 марта, Православная Церковь совершает память священномучеников Трофима и Фала Лаодикийских. Святые мученики Трофим и Фал, родные братья-пресвитеры, служили в Лаодике Корейской. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане и его соправителе Максимиане, братья были взяты под стражу и предстали перед правителем Асклепиадотом. Он велел побить святых братьев камнями, но камни, которые бросали в святых, летели назад и поражали тех, кто их бросал. После вторичного допроса святые братья были приговорены к распятию. Идя на казнь, они прославляли Бога за то, что сподобились, как и спаситель крестной смерти. Дивные свидетели Божьи и, вися на кресте, продолжали свою проповедь, а их мужественная мать стояла у подножья крестов. Одна иудеянка, поклонившись святым, воскликнула «Блаженной матери, родившие таких сыновей». Когда мученики предали свой дух Богу, тюремный страж рассказал, что видел души святых братьев, возносившиеся на небо в сопровождении трех ангелов. Народ всю ночь не отходил от тел святых мучеников. Утром на место казни пришла жена мучителя Асклепиадота с благовониями и драгоценным покровом. Она рассказала народу, что ночью видела во сне святых мучеников и ангелов, посланных для наказания ее мужа. Мать мучеников и два христианина по имени Зосима и Артемий похоронили святых братьев в их родном городе Стратонике. Между тем приближался день, в который нечестивые идолопоклонники праздновали рождение Диоклетианова. Игемон, придя в Ладикею, устроил здесь большое торжество в честь своего нечестивого царя. Но его внезапно постигло наказание Божие за неповинно пролитую кровь святых мучеников. Он вдруг упал на землю и метался, как бесноватый, трепеща всеми членами своими. Все, бывшие здесь и видевшие это, исполнились великого страха. Игемон же взывал, где бог Зевс, где бог Ираклий, где бог Гермес, где прочие боги и богини, пусть придут и помогут мне. Потом Игемон сказал, напрасно я поклонялся им, вот предаюсь я теперь огню вечному, посылаемому от живущего на небесах Бога и рабов его Трофима и Фала. Говоря это, он кричал громким голосом, так что везде был слышен его вопль. От тяжести своих мучений он стал рвать зубами свое тело и кусать язык, и, мучаясь так, испустил свою грешную душу. Мучитель с горьким плачем отошел к нечестивым богам своим, чтобы мучиться во аде. Святые же мученики Трофим и Фал с радостью отошли ко Господу и Богу своему, чтобы вечно царствовать на небесах, предстоя при светлому престолу Отца и Сына и Святаго Духа. Богу же слава вовеки. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученика Савина Ермопольского, мученика Папы Лоранского, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, апостола от семидесяти Арестовула, епископа Вританийского, священномученика Александра I, Папы Римского, мученика Юлиана Аназаровского. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok